у нас сегодня 13 апреля какая красота в праге всегда когда вижу сирень выискиваю цветочки с листиками ну этими лепесточками или пятью в детстве их ели и загадывали желанием причем были уверены что они сбудутся да вот я даже в ладу научила теперь он все это обрывает сирень я никогда не забуду как мы однажды в центре дрездена стояли и объедали куст сирени да она невкусная очень итак мы идем сегодня вернее мы пришли сегодня в центр праги чтобы рассказать вам историю не просто историю а легенды и тайны самой главной доминанты праги самого знаменитого собора в чехии и одного из самых знаменитых соборов европы и так сегодня мы хотим вам рассказать о самой главной доминанте праги да что там праги всей чехии это пожалуй один из самых знаменитых соборов мира он хоть и не является самым высоким в мире зато нет ни одного собора который был бы длиннее его длина главного нефа составляют 124 метра в башне этого собора установлен огромный колокол у которого даже есть собственное имя и весит он порядка 16 тонн а звук при его ударе сравним с шумом который создает взлетающий вертолет в соборе есть помещение в котором хранятся регалии чешских королей в него ведет дверь семью замками а ключи от них доверены семерым самым почитаемым и уважаемым людям чехии среди них премьер-министр и президент за главным алтарем находится саркофаг в котором покоится мощи одного из самых почитаемых в чехии святых яна непомуцкого саркофаг полностью изготовлен из серебра и весит около двух тонн а еще здесь хранится корона который убивает тех кто не имеет права к ней прикасаться конечно же речь пойдет о самом главном долгострое в мире соборе святого вида в общем речь идет конечно речь пойдет конечно о знаменитом соборе святого вида и о пражском граде но прежде чем пойти на пражский град мы пришли в одно очень интересное место которое окутано легендами в котором произошла грустная история и называется это место елене прикоп и находится оно прямо возле пражского града возле собора святого вида ну сейчас я вам расскажу елене прикоп это значит олени ров ну и судя по названию здесь когда-то жили олени но не только олени здесь жили здесь жили еще и львы и так елене прикоп парк олени ров на самом деле не совсем парк а глубокий овраг протянуты вдоль всей длины пражского града интересно оно прекрасным видом на пражский град и привидением которое здесь можно встретить название рва говорит само за себя в нем жили олени но было время когда здесь жили львы содержание львов дело хлопотное и дорогое на их кормление из казны выделялись деньги для закупки только самого лучшего мяса и вот однажды человек отвечающий за кормление животных решил что хорошее мясо для львов сильно жирно и отнес львиную долю своей семье но львов оставлять голодными было нельзя поэтому он заманил к себе в гости торговца мазями и больше этого торговца никто не видел собственно последними живым его видели только львы с тех самых пор несчастного торговца если встречали то только в качестве привидения в оленьем рве увы история самих львов и других обитателей рва тоже печально истребили животных из заповедника все те же лому сапиенс в лице французских войск оккупировавших прагу в 18 веке и так как я уже говорила находится оленя ров прямо у подножья собора святого вида собор святого вида это самый главный долгострой в мире строили его почти 600 лет и какая саграда до фамилия с ним не сравнится потому что саграда до фамилии начали строить сравнительно недавно а собор святого вида ладно почему мы забегаем вперед сейчас мы все подробно расскажем собор святого вида стал молчаливым свидетелем образования чешского государства ведь его строительство длилось почти 6 веков первый камень собора святого вида был заложен 21 ноября 1344 года а закончилось строительство в 1929 году вы только вдумаетесь собор строили пятьсот восемьдесят пять лет на сегодняшний день собор является резиденцией пражского архиепископа а окружающий его пражский град самой большой резиденции президента в мире поэтому внесен в книгу рекордов гиннеса известнейший чешский художник альфонс муха является создателем части прекраснейших витражей которые украшают окна собора здесь такой прикольный тоннель построили 2002 году вроде бы а еще сейчас на улице очень жарко а здесь вода внизу течет холодная очень приятно охлаждает мы нарядились вроде я не знаю вроде вроде бы апрель на дворе на улице уже такая жара началась уже было даже двадцать восемь градусов у нас пятого апреля летом но мы были тогда во франции когда были во франции в фраге было двадцать восемь градусов большинство туристов знают собор под именем святого вита однако официально он носит имена святого вита ватслава и войтыха одновременно как же так получилось согласно чешским летописям князь ватслав позже причисленный к лику святых впервые построил храм в виде ротонды на месте нынешнего собора святого вита около девятьсот двадцать пятого года в качестве реликвии новый храм поместили правую руку святого вита о котором мало что доподлинно известно кроме того что он жил на сицилии и принял мученическую смерть за веру еще о нем известно то что святой вид считался покровителем больных эпилепсией и различными формами судорог отсюда и пошло выражение пляски святого вита и так вернемся к истории само собой новой церкви дали имя святого вита мощи которого там хоронились а после смерти ватслава и его захоронили там же к виту добавилось еще одно имя ватслав святой воитых уроженец праги более известен под именем адальберт пражский служил епископом в праге с девятьсот восемьдесят второго по девятьсот девяносто шестые годы принял мученическую смерть от рук язычников где-то на территории нынешней калининградской области святой адальберт также является и польским и венгерским национальным героем есть две версии его захоронения по чешской его останки были похоронены в ротонде святого вита на пражском граде а по польской они хранятся в польше но данное противоречие не помешало причислить войдыха к святым покровителям собора чехии собор святого вита овея на разными мистическими легендами и интересными историями о них мы вам сегодня и хотим рассказать в этом видео один из самых важных и доминирующих элементов собор святого вита это колокольня которая находится на южной стороне эта колокольня всегда была окружена разными мистическими легендами одна легенда говорит о том что пророк сказал чешскому королю ватславу четвертому что он умрет перед колокольней король так боялся что даже хотел разрушить башню когда первый этаж снесли в праге появились новости о вспышке движения гуситов короля так разозлила эта новость что он вскоре умер от сердечного приступа на этой колокольне и находится самый знаменитый и большой колокол праги зигмунд по одной из легенд никто не знал как поместить такой огромный колокол на колокольню но дочь короля фердинанда первого создала очень эффективный шкив благодаря которому колокол подняли на веревке изготовлены из волос принцессы когда колокол оказался на колокольне она разрушила приспособление чтобы никто не узнал как оно устроено у этого колокола есть и другая интересная легенда согласно этой легенде если сердцевина колокола сломается со страной случится что-то ужасное и можно было бы подумать что это обычная страшилка но в 2002 году сердцевина колокола сломалась а через пару недель произошла катастрофа самое сильное наводнение в чешской республике как говорится совпадение не думаю колокол зигмунд звонит только по большим праздникам и в особых случаях звонил например при посещении Праги Папой Римским и во время похорон президента Вацлава Гавила колокол приводят в движение четыре звонаря и еще два человека готовы прийти на смену звонари берутся за канат и начинают раскачивать многотонный колосс сначала не слышно ничего кроме дыхания звонарей проходят долгие полминуты пока язык ударит о купол пространство заполняет оглушающие звуки громкость колокола при полном ударе достигает 120 децибел это сравнимо со стартом самолета истребителя звук наполняет колокольню и плывет над городом звонарей с канатом наклоняется к самому полу а зигмунд заглушает все вокруг когда язык касается купола от него отлетает чешуйка металла в лучах заглянувшего в колокольню солнца видно металлическую пыль опадающую на пол ну а мы подошли к святая цветы прожского града это золотая улочка и здесь очередь очередь змеица а мы продолжаем продолжаем идти к самому знаменитому долгострою а вообще зная чешскую неторопливость то что его строили почти 600 лет в общем то и удивительно любимая чешская фраза захвилку когда вам говорят захвилку это значит очень нескоро вот так что думаю когда начинали строить собор святого вита сказали захвилку будет готово в общем идем дальше ну и вот мы вышли к этому красавцу который даже сложно сфотографировать такой он огромный захоронение святого вита находится на галерее за главным алтарем собора алтарь украшает скульптура изображающая святого и петуха у его ног если верить легенде то петух там не просто так однажды в храм проникли грабители однако услышав странные шорохи спрятались за один из алтарей и там уснули вдруг петух стоящий в ногах святого прокукарекал три раза и костел озарился ярким светом грабители подумав что наступило утро испугались и выскочили через окно на улицу прямо в руки градной стражи через три дня грабителей казнили и все пражские петухи бесконечно кукарекали пока не затянулась петля на шее последнего из преступников вот еще здесь на одной гармонике можно увидеть петушка которая считается символом благовестия ну и вот такой он сидит там посмотрите в каком красивом здании находится старбакс вообще самый красивый старбакс мы видели наверное в Париже возле оперы но здесь тоже вот старбакс а вот внизу оленей ров в которой мы только что ходили все пешком да вот мы пешком поднялись сюда и попали к пражскому граду к собору святого вида вот и как я говорила собор святого вида имеет три имени правда написано Винци Слаус это видимо Вацлав Витус и сам же алтарь за которым похоронен святой вид тоже не так то просто легенда рассказывает что после битвы на Белой горе в 1620 году кальвинисты под предводительством проповедника отправились уничтожать собор святого вида среди них был и зять этого проповедника с наемниками как только зять дотронулся до алтаря то замертво упал на землю а остальные участники этого безбожного деяния навсегда остались калеками в общем могила святого вида издавна считалась неприкосновенной а старочерская мудрость говорит кто разрушит могилу святого вида тот провалится в ад мудрость и здесь мне очень нравится как изображенные знаки гороскопа это это кто козерог что ли не знаю да красиво да да вот например весы это осень и вот они собирают яблоки что там дальше стрелец что ли да это зима вот дерево как нагнулось от ветра и люди это я не знаю это разве козерог вот это да почему им не холодно что там еще забиячку аааа забиячку тут делают да свинью разрезают я вообще понять не могла свинью разрезают и делают из нее ну готовят короче забиячку так что здесь дальше она сидит очень красиво кстати сделали да это кто у нас здесь дева что ли она как русалка изображена нет это дева дева вот они да это сентябрь получается вот собирают сено это рак близнецы лев тоже август уже урожай собрать собирают так телец рыбы это рыбы но телец рыбы да я путаю их это ну бык а как телец называются брали телец телец вот это овен все правильно я сказал да ты меня путаешь а это водолей да красиво очень красиво это все сделано такие так тоже прописаны все детали если это можно так сказать а какие там красивые двери портал портал прям вау какие ручки там вау какая красота строительство кафедрального собора началось в 1344 году на чешском троне был тогда король карл четвертый он и заложил первый камень будущей церкви для строительства масштабного сооружения требовались немалые денежные средства карл четвертый увеличил налоги с добычей серебра и организовал продажу грамот отпущения грехов верующим ответственным за строительство готической базилики был назначен французский талантливый архитектор матье под его руководством собор разросся вширь и приобрел 8 новых капелл зодчему не удалось завершить проект потому как он скоропостижно скончался следующим архитектором стройки становится молодой скульптор и резчик по дереву Петер Парлерш он возводил собор всю свою жизнь вплоть до 1399 года а вот здесь смотрите за решеткой вот такой написано западная я не понимаю как перевести это своды, западные своды базилики святого вида Вацлава Авойдыха заложено в 1060 году вот где старина хранится вот а сыновья Парлежа продолжили исполнение проекта отца но начавшаяся гусицкая война и распри средневековых феодалов на длительное время приостановили строительство собора вторая половина 16 века ознаменовалась завершением строительства башни с часами и установкой самого большого в Европе колокола очередь конечно же в собор святого вида но мы попробуем встать в эту очередь она идет очень быстро в 1673 году император Леопольд первый заложил фундамент новых нефов что значительно увеличивало размер базилики затем последовала снова череда бедствий приостановивших возведения храма пожары, удары молний и нашествия прусской армии в 1770 году итальянский архитектор Николас Пакаси придал готическому собору некий барочный облик а башню увенчал куполом не тут то было мы были бесплатно в саморе святого вида всегда ходили туда я просто не знаю короче тут дело не в деньгах мы зашли встали в очередь оказывается нужен билет мы тут несколько раз внутри были без билетов нормально пускали но один из этих раз был коронавирус очередь стоит сумасшедшая за билетами и она была в отличие от входа очередь на вход сказавор святого вида она быстрая мы буквально две минуты стояли отстояли и ушли а очередь за билетами мы сейчас смотрим она длинная и явно очень долго будет стоять если мы сейчас попробуем если мы найдем купить билеты онлайн как бы все таки уже сейчас онлайн покупают все я надеюсь можно купить и билеты если эти билеты можно купить онлайн мы зайдем внутрь если нельзя ну я не буду стоять в очереди прошу прощения собор красивый внутри очень там какой-то самый знаменитый орган в общем очень ценный какой-то очень красивый собор ну стоять в очереди чтобы купить два билета идем на день рождения нас пригласили просто если еще будем стоять в очереди потом пока нам добираться до машины мы опоздаем тем не менее сейчас если конечно найдем без очереди то внутрь пойдем вот очередь и она реально не двигается она вообще не двигается о я сказала и она подвинулась но очередь длинная длинная и вот вход вход уйдет очень быстро а вот Эдик который ищет возможность купить билеты онлайн вот Лада делает селфи потом около ста лет собор оставался недостроенным пока в 1861 году не был организован специальный комитет по завершению строительства собора а в начале 20 века известный художник Альфонс Муха украсил оконные проемы собора витражами окончательное возведение базилики произошло в 1929 году и пойдем и пойдем почему 400 плода 451 билет да а так как так вот не знал так либо мы либо мы что-то перепутали но начал Эдик искать купить билеты на интернете 450 крон зайди туда в Пражский град в собор святого вида 450 крон это почти 20 евро ну меньше чуть-чуть это где 18 евро а тут там где очередь мы заглянули в окошко а там в два раза дешевле нет там Мишенька да 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 в общем считайте меня жлобом за 450 крон если это правда за 450 крон я туда не пойду там очень красиво внутри но на то что я уже там была несколько раз за двоих платить 36 евро если 450 крон на человека только вот вот внутрь зайти в собор святого вида я чересчур он красивый он легендарный но 450 мы все время ездим в Реймс и ходим в очень знаменитый самый знаменитый во Франции собор Реймский в котором были все короли в котором были даже мусские цари в котором была Жанна Дарк и вход в него бесплатный здесь ну да это 450 крон нашла сейчас на интернете 18 евро то есть вход если я просто хочу зайти Ежневеш успели 300 крон Ежневеш да там подняться 300 с лишним ступенек чтобы подняться 200 крон чтобы зайти сюда в собор святого вида 450 крон я считаю что это ну кто никогда не был конечно идите смотрите наверное все таки стоит заплатить 18 евро мне да я не хочу за это платить 17 евро собор святого вида прекрасен и снаружи здесь вокруг очень красивые сады красивые виды но платить за вход по сути в костел чересчур ну не знаю мне кажется дорого это дорого для Праги это дорого кстати еще этот собор святого вида однажды объявился в фильме может еще в каких-то фильмах объявлялся но в фильме история рыцаря кто смотрел этот фильм вообще его снимали в Чехии и вот собор святого вида в этом фильме играл роль Парижа да собор в Парижской Богоматери и вот мы сейчас сидим обсуждаем что мы никогда не были в соборе Парижской Богоматери ну миллион раз были в Париже но никогда не были в соборе Парижской Богоматери но вообще по большому счету все вот такие соборы они очень похожи между собой и как сказал Эдик самые красивые соборы это те которые бесплатно вот серьезно слушайте езжайте в Реймс кто не был обязательно просто рекомендую посетить великолепный собор Реймский собор который действительно он исторически очень важен и интересен ничем не хуже всех вот этих вот соборов платных и собора Парижской Богоматери и собора Святого Вита и он бесплатный заходитесь и вы любуетесь красотой прикасаетесь к камням которым касались руки миллионов людей и вот эта история бесплатно тут дерутся я шучу конечно мы были просто в соборе Святого Вита и были в нем бесплатно я не знаю для меня сейчас было удивление что за это хотят деньги но мы на золотой улочке были бесплатно когда-то тоже какой-то коронавирус или что-то еще такое в общем вот так в соборе Святого Вита хранится очень важная для Чехии реликвия корона Святого Вацлова и вроде бы что здесь такого корона и корона но только этой короны боятся многие а все потому что она несет в себе проклятие корона Святого Вацлова была изготовлена по заказу богемского короля Карла IV в 1347 году она сделана из чистейшего золота украшена многочисленными драгоценными камнями и жемчугом а весит почти 2,5 килограмма король Карл сразу после получения готовой короны посвятил ее главному чешскому святому Вацлаву кроме того богемский король завещал ее только для коронации законных наследников чешского трона даже просил римского папу сделать специальную буллу где будет прямым текстом сказано что любой незаконный наследник покусившийся на чешскую корону будет проклят дословно текст буллы звучит так будет подвергнут гневу всемогущего господа и блаженных апостолов его Петра и Павла а также отлучен от церкви в корону был помещен шип стернов венца христа который обладает согласно преданием священной силы и император римской империи завещал строгие правила обращения с реликвией она должна была покоиться непосредственно на черепе святого Вацлава в Праге в соборе святого Вита а еще Карл решил что корона станет не только ценнейшей реликвией но и самым дорогим произведением ювелирного искусства он всю жизнь собирал для нее камни и добился таки своего корона хоть и выглядит немного безвкусно но действительно достойно называться шедевром по приказу Карла корона была помещена в собор святого Вита позднее ее переместили в замок Карлштейн последний раз корону надевал законы потомок Карла Фердинанд V в 1836 году больше корону вплоть до второй мировой войны надеть никто не решился а в 1942 году выяснилось что проклятие чешской короны работает а случилось это так одним из самых известных жертв короны стал очень высокопоставленный нацист целый начальник главного управления имперской безопасности третьего рейха Гейдрих и его старший сын особенно сильное впечатление на этого важного нациста произвела корона и именно так она его впечатлила что наплевав на проклятие Гейдрих взял корону но надел ее не на себя а на своего сына Клауса меньше чем через год Клауса сбила машина а сам Гейдрих погиб 4 июня 42 года не прожив и года после того как взял в руку проклятую корону хотя может дело и не в короне а в заслуженной каре которая настигла Гейдриха за преступления нацистов в 1962 году корону объявили национальным памятником культуры хранится она по-прежнему в соборе Святого Вита в Праге а еще я рассказывала про эту проклятую корону Святого Вацлава и к ней нельзя прикасаться говорит легенда но а тут возникает вопрос эту корону иногда очень редко предъявляют народу показывают вот можно посмотреть на эту корону последний раз если я не ошибаюсь если ошибаюсь можете меня поправить ее показывали в 2016 году и вот вопрос а кто же ее брал в руки и не мрот ли здесь как мухи люди которые занимаются этой как-то протирают эту корону я не знаю вот предъявляют ее людям как-то гей манипулируют ведь кто-то же прикасается к этой короне ну понятно все это легенда главное на голову наверное нельзя все-таки надевать да и вообще если учитывая то что эта корона хранилась на голове мертвого святого вацлава потом еще на себя ее надеть ну это такое себе решение все-таки там не знаю после трупов хотя нужно давно конечно не хранится на голове трупа но когда-то вот хранилась может поэтому и были проблемы у кого-то после этого со здоровьем так и родилась эта легенда вот так ну а мы сейчас идем в кавказский ресторан начать день рождения ну хочется сказать кавказские рестораны хорошие на кавказе в праге это все чепуха потому что продукты здесь пражские чешские они кавказские а им до кавказских как до киева раком вот такая вот история ладно да и вот сейчас для туристов кто приедет в Прагу и хочет посидеть в красивом месте и попробовать чешскую кухню вот здесь есть ресторан называется он кухня кухонь по-чешски напротив прям вот пражского града вот здесь вход вот цены здесь недорогие ну не туристические аж прям совсем-совсем туда ходят чехи да здесь ходят чехи и я забываю название Влада как амбиент что такое амбиент ну чешская сеть ресторанов которые которые любят кстати чехи да чешская сеть ресторанов амбиент да у них даже есть мишленовские рестораны амбиента ну а это вот такой кстати вполне себе обычный ресторан абсолютно с обычной едой чешской да ресторан кухня называется чешская кухня да чешская кухня и если вы зайдете в этот ресторан у вас будет шикарный вид на Прагу шикарный вид на Прагу и чешская еда вкусная не такая как вам в туристических местах приготовит потому что здесь ходят одни и те же люди очень много и для них стараются вот это действительно уникальные столбы фонарные они газовые вот видите они даже светятся сейчас это действительно самое настоящее произведение искусства и кстати они были установлены еще в 19 веке если не ошибаюсь в 1876 году вот такая красота действительно очень красиво вы только посмотрите вот на это восьмиугольный столб фонарный фонарный а там дедушка очень хорошо поет кстати может дадим ему какую-то мелочь я бы дам да ну дай что есть у меня с собой денег нет давайте дедушке дадим да есть а у меня 50 м ну что не жлобейте сдайте дедушки денег подъем 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 а 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 здесь есть шварценбергский палац кстати один из потомков шварценбергов которым эта красота принадлежала совершенно недавно умер он был в чешском правительстве даже баллотировался в президенты очень старенький дедушка уже был он спал на всех этих заседаниях или как это правильно назвать ну все умер в этом году вроде бы уже да 24 ну умер и умер да мне зиман более симпатичен чем шварценберг они там когда были выборы должны были голосовали либо за зимана либо за шварценберг и победил зиман ну да зиман тоже конечно выглядит так себе но зиман жив слава богу кто шварценберг? ну да ну да как красиво воду пить нельзя ну все наверное на этом наверное все таки уже все все мы хотели рассказать мы вам рассказали в следующий раз увидимся даже не знаю где но мы придумаем в каком-то красивом месте Чехии или Германии ну а восьмого девятого мая мы поедем в Берлин да забронировали да отель и будем в Берлине ой дедушка хорошо очень поедает только что только что я вам показывала зеленый столб газовый фонарный столб а впереди еще один такой же если я не ошибаюсь их всего два мне кажется больше таких нет во всяком случае я точно больше не видела их нигде и знаю что эти зеленые столбы точно уникальные ну и вот такой же самый столб только он не светит лампочки здесь не светят почему-то вот так все теперь точно все спасибо вам что были с нами и увидимся в следующий раз или в Чехии или в Германии ну в каком-то красивом месте вот даже и ты помочь не можешь жить темнота твоя мне в одном совсем и ты мне в одном совсем особенно чえ мне лампос했 Субтитры сделал DimaTorzok